Практические упражнения цигун. Прежде чем перейти к практикам энергетического дыхания, нужно понимать суть того, что представляют собой энергетические точки и каналы, как по ним движется энергия и что значит дышать энергией. На самом деле все довольно просто. Когда мы выполняем практику дыхания через энергетические каналы, мы наполняем тело энергией. Вы же не видите воздух, которым дышите? Вот и энергия, которая поступает в наше тело и выходит из него, не видна обычному глазу. Но это совсем не значит, что ее нет. Суть практик дыхания через каналы состоит в том, что мы будем дышать через энергетические точки. Энергетические точки – это биологически активные точки нашего организма, через которые энергия входит и выходит из тела. Их можно представить как рот, который вдыхает и выдыхает энергию, или круглое отверстие, расположенное на конце энергетического канала, по которому энергия входит и выходит из тела. Энергетический канал – это то русло реки, по которому, как вода, движется энергия. Чаще всего канал представляют как трубу или шланг. В самом центре канала идет интенсивное постоянное движение энергии, можно сказать, что это чистая энергия, которой мы наполняемся. Мы представляем ее в виде светящегося тумана, белого или других цветов, в зависимости от того, на какой орган направлено энергетическое воздействие – в канале сердца, красный, в канале желудка, желтый и так далее. Энергия движется в строго определенных направлениях. Во время выполнения практики мы активизируем движение энергии, а давая четкий приказ двигаться только в том направлении, которое нам сейчас нужно. Если канал забит, движения энергии нет, энергетический канал нужно очищать. Также внутри канала, но уже ближе к краям, уходит уже отработанная. Энергия – это энергия низких частот вибраций, более тяжелая, поэтому она имеет сероватый оттенок и движется медленнее, чем в центре. Отработанная энергия уходит из организма наружу. Каждый день мы взаимодействуем с людьми, обмениваясь не только информацией, но и эмоциями. Когда нам хамят, на нас кричат, ругают все отрицательные эмоции, а по сути, негативная энергия летят в нас и ложатся на нашей энергетической системе. Негативная энергия, осевшая на нас, препятствует нормальному течению энергии в теле и вызывает проблемы в работе органов. Например, на человека накричали, и негативная энергия легла на сердечные мышцы. Сам орган может быть здоровым, но осевшая на нем негативная энергия меняет электромагнитное излучение сердца, вызывая тем самым сбои и проблемы в его работе. И подобное происходит со всеми органами. Поэтому обязательно надо очищать каналы от застоявшейся энергии, именно каналы закачивают в нас энергию и помогают обмениваться ею с окружающим миром. Если канал забит застоявшейся энергией, любая практика цигун по работе с энергиями будет неэффективна. Для очищения энергетических каналов изнутри и наполнения тела энергией существуют практики дыхания каналами рук и ног. Практика дыхания каналами рук. Это практическое упражнение помогает очистить энергетические каналы рук и наполняет тело энергией. Движение энергии происходит через точку. Лао-гун, которая расположена в центре ладони, примерно между третьей и четвертой пясными костями и относится к меридиану перикарда. Выполнять практику можно сидя, лежа или стоя, как удобнее. Главное, не напрягать легкие, акцентируя внимание на естественном дыхании, а представлять само движение энергии по руке. Первая часть практики начинаем всегда с левой руки. 1. Вдох представляем, как в точку лао-гун левой ладони входит белая энергия и растекается по ладони. 1. Выдох, светло-серая энергия уходит из точки лао-гун к центру земли. 2. Вдох, в точку лао-гун входит белая энергия и поднимается до запястья. 2. Выдох, светло-серая энергия уходит из точки лао-гун к центру земли. 3. Вдох, в точку лао-гун входит белая энергия и поднимается до локтя. 3. Выдох, светло-серая энергия уходит из точки лао-гун к центру земли. 4. Вдох, в точку Лаугун входит белая энергия и поднимается до плеча. Выдох, светло-серая энергия спускается по руке вниз и устремляется к центру земли. Дышим так 5 минут. Если появилось покалывание или пульсация в ладони, чувство тяжести или тепла в руке, значит энергия движется. Если никаких ощущений нет, значит, надо открыть энергетический канал. Представляем, что пальцы правой руки намного длиннее, чем обычно. Также представляем, что поверхность канала, расположенного в точке Лаугун левой руки, затянута коркой льда или стекла. Постукиваем пальцами правой руки, по точке Лаугун левой ладони, четко представляя, как с каждым ударом, они разбивают лед. Простукиваем по кругу, двигаясь по часовой стрелке от центра. Краям ладони и обратно, направляясь от края ладони к центру. Простукиваем по кругу, двигаясь по часовой стрелке от центра. Краям ладони и обратно, направляясь от края ладони к центру. Самое главное, отчетливо представлять, как разбивается лед, оставляя канал открытым и свободным для движения энергии. Простукиваем так ладонь левой руки несколько раз, после чего начинаем практику с самого начала. Вторая часть практики. Представляем, что наша рука стала большой, словно огромная труба. 1. Вдох. По руке поднимается большой поток белой энергии, но уже движется чуть-чуть медленнее. Доходит до плеча, пауза. 2. Выдох. Светло-серая энергия спускается по руке и устремляется к центру земли. Дышим 5 минут. Третья часть практики. Представляем, что наша рука во много раз больше, чем на самом деле, как минимум раза в три. Соответственно, поток энергии тоже увеличивается. 1. Вдох. По руке медленно поднимается огромный поток белой энергии. Доходит до плеча, пауза. 2. Выдох. Светло-серая энергия спускается по руке и устремляется к центру земли. Дышим 5 минут. Повторяем все три части практики с правой рукой. Если нет ощущений, открываем канал, так же, как и с левой рукой. Практика дыхания каналами ног. Это практическое упражнение прочищает энергетические каналы ног и наполняет тело энергией земли. Суть практики аналогична предыдущей, но движение энергии происходит через точку юнцуань, которая расположена чуть выше центра стопы. Точка юнцуань относится к меридиану почек. В ней происходит очистка энергии перед поступлением в энергетические центры тела. Выполнять практику лучше сидя или лежа, нога чуть отставлена вперед. Ладони на животе в области пупка, женщины кладут на живот правую руку, поверх нее левые мужчины, наоборот. Самая частая проблема в выполнении этого упражнения заключается в том, что в сидячем положении некоторым людям бывает трудно представить свою ногу в виде трубы и то, как движется энергия, доходя до нижнего дантиня. Чтобы избежать трудностей, первое время можно выполнять практику через фантом, представляем, что мы смотрим на маленькую копию самих себя со спины, так нам легче увидеть движение энергии по прямой. Потом можно непосредственно переходить к этому упражнению без фантомов. Второй вариант, четко представлять только две точки, точку Юн Цуань, через которую входит и выходит энергия, и намеченную точку в центре дань теня, которая наполняется энергией. В этом случае достаточно представлять, что на вдохе энергия движется вверх и наполняет дань тянь, который визуализируем в форме шара, а на выдохе выходит из стопы, энергия сама найдет траекторию движения. Первая часть практики, начинаем всегда с левой ноги. Один. Вдох. Представляем, как в точку Юн Цуань левой ступни входит белая светлая энергия и плавно поднимается вверх до щиколотки. Вторая часть. Выдох. Светло-серая энергия устремляется к центру земли. Три. Вдох. В точку Юн Цуань левой ступни входит белая светлая энергия и плавно поднимается вверх до колена. Выдох. Светло-серая энергия устремляется вниз и уходит к центру земли. Четыре. Вдох. В точку Юн Цуань левой ступни входит белая светлая энергия и плавно поднимается по прямой вверх, наполняя собой нижний дань тянь. Пауза-выдох, из точки Юн Цуань выходит светло-серый поток энергии и устремляется вниз. Дышим 5 минут. Вторая часть практики, представляем, что наша нога стала больше. В два раза, один, вдох, в точку Юн Цуань левой ступни входит белая светлая энергия и плавно поднимается по прямой, наполняя собой нижний дань-тянь. Два, пауза-выдох, из точки Юн Цуань выходит светло-серый поток энергии и устремляется вниз, к центру земли. Дышим 5 минут. Третья часть практики, представляем, что наша нога стала больше. В три раза, один, вдох, в точку Юн Цуань левой ступни входит белая светлая энергия и плавно поднимается по прямой, наполняя собой нижний дань-тянь. Два, пауза-выдох, из точки Юн Цуань выходит светло-серый поток энергии и устремляется вниз, к центру земли. Дышим 5 минут. Повторяем все три части практики с правой ногой. Субтитры создавал DimaTorzok